Здравствуйте! Я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Сегодня хочу вам рассказать про адаптер. Адаптер V3, который предназначен для связи компьютера и абсолютно любой вязальной машинки, помогающей вязать по программам Knit Styler и Design Knit. Адаптер представляет из себя провод с датчиком и разъемом, который присоединяется к компьютеру, отражатель и укомплектован куском пластилина для крепления датчика и отражателя. На самом деле, по моему личному мнению, мне удобнее пользоваться двухсторонним скотчем, а не пластилином. Но производители решили, что пластилин лучше. Будем пользоваться их методом. Для того, чтобы начать работать с программы, необходимо вставить адаптер в компьютер, открыть программу Design Knit, либо Knit Styler. В настоящий момент у меня открыта программа Design Knit. Включить программу связи с DK8. Программа входит в комплект к адаптерам. И присоединить датчик и отражатель к машине. Давайте сейчас соединим датчик и отражатель с машиной. И потом посмотрим, как это все работает. Берем датчик и крепим его на корпус машины. Крепить можно, еще раз скажу, пластилином, который входит в комплект, либо скотчем. Если вы не хотите крепить его на постоянной основе, можете пользоваться временными крепежами, вот как я сейчас. Бумажный скотч отлично держит. Отражатель, к сожалению, скотчем вот так вот не приклеить. Мне придется его крепить пластилином. Либо придумывать какую-то дополнительную конструкцию, которая будет у вас его держать постоянно. Но, честно говоря, чтобы постоянно отражатель находился на каретке, наверное, неудобно. Его стоит присоединять к машине только на момент вязания по программе. Крепить отражатель нужно на расстоянии от 1 до 5 см от датчика. Вот таким вот образом к каретке прилепили. И связь должна быть на этом установлена. Все, больше делать ничего не надо. Смотрим, как это будет работать. Отражатель на каретке. Датчик на машине. Обратите внимание на показатель программы. Каретка находится с левой стороны. Я веду каретку машины. У меня происходит перевод ряда. Раз, два, три, четыре. Все, программа отлично работает. Естественно, электронная она машина не делает, но она отслеживает процесс вязания. Еще раз скажу, это программа дизайн КНИТ ДК-8. Адаптер прост в подключении, прост в использовании. Занимает мало места, легко подключается, легко снимается. Сейчас давайте посмотрим, как он работает с программой КНИТ Стайлер. Подключили КНИТ Стайлер. Смотрите, стоит датчик на каретке. Отражатель. И смотрим, что у нас происходит. Мы видим, что по программе каретка находится с правой стороны. Фактически тоже с правой стороны. Проводим ряд. Мы провели ряд. Каретка перешла на левую сторону. Один ряд поднялся наверх. То есть программа переведена на один ряд. Адаптер работает. Переводит линейку в программу КНИТ Стайлер. Это единственная задача, которая у этих адаптеров присутствует. То есть из простой машины электронную, конечно, он не сделает. Но переводить линейку, отслеживать вязание он вам поможет. Обратите внимание. У меня электроника не подключена. Хотя машина электронная. Я сейчас вам показываю именно работу адаптера. Заявки на приобретение адаптера, а также все вопросы и пожелания отправляйте, пожалуйста, производителю. Ссылку вы найдете под этим видео. Если видео было вам полезно, если оно вам понравилось, пожалуйста, нажимайте нравится, делитесь с друзьями. Подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. Обязательно приходите на наши бесплатные посиделки по вторникам и четвергам. Ждем вас в нашей школе машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Ваша Наталья Некрасова.